МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоростные дистанции, точные расчеты, крутые виражи. В Кирове прошли женские автогонки. Молодежь должна это видеть, она должна тянуться. Полюбоваться на картины, расписать дымковскую игрушку и даже откопать динозавра, как прошла ночь музеев в Кирове. Синоптики обещают резкое похолодание, заморозки на почве до 4 градусов ниже нуля. В воздухе еще теплее минус 3. Такую температуру стоит ожидать по ночам с 21 по 23 мая. Но уже недели позже в области начнется настоящая жара. Воздух днем прогреется до 40 тепла. 38 градусов будет в первый день лета, 39 во второй. То, что лето будет жарким, обещал Акировский гидромет в марте месяце. В Арктике теплеет, а у нас вследствие этого и осадки идут. Каждый год у нас многоснежные зимы, каждый год у нас сильные морозы периодически. А летом тоже, смотрите, летом периодически возникает, ну-ка, поверни июль месяц. Посмотрите, вот покое тепло. 32 градуса вступит в силу запрет Росавтодора о передвижении в дневное время по федеральным трассам большегрузов. Тяжеловесные машины смогут передвигаться только с 9 вечера до 9 утра. По распоряжению правительства области под запретом на следующей неделе может оказаться отдых в лесах. С наступлением жарких дней в регионе обычно вводится противопожарный режим. Согласно ему, на территории дачных участков и рядом с жилыми домами запрещается разводить костры, жечь мусор и топить печи. Также запрещается находиться в лесу. Еще не наступило лето, а жаркая пора началась для сотрудников теплоснабжающей компании. Сегодня специалисты КТК начали устранять утечки, которые обнаружили во время первого этапа гидравлических испытаний. Плановая прессовка труб в южной части города закончилась 17 мая. В результате на теплосетях было выявлено около 150 дефектов. Точный график их устранения специалисты теплоснабжающей компании обещают составить к середине недели. Он появится во всех управляющих компаниях города и на сайте КТК. Но если в вашем доме до сих пор нет горячей воды, значит по соседству есть прорыв. А у энергетиков есть ровно две недели на то, чтобы его устранить. Не успеют? Можно обращаться в прокуратуру. Такой срок определила городская администрация в прошлом году. По всем вопросам можно обращаться по телефону 62 17 65. Жаловаться, вернее сообщать о нарушениях предлагают жителям и полицейские. В воскресенье 19 мая в области вступило в силу постановление правительства, которое ограничивает продажу спиртных напитков в некоторых заведениях общепита. Запрещено продавать алкоголь в закусочных, расположенных в жилых домах. Закон соблюдают не все. В явлении об ограничениях на продажу алкоголя в закусочной со светлым названием «Лучик» висит уже несколько лет. Но сейчас оно не актуально, считают сотрудники заведения. Продавать спиртные напитки теперь здесь нельзя даже взрослым. Сотрудница закусочной Мария в должности бармена работает несколько лет. Говорит, в основном бизнес держался на продаже алкоголя. Уже два дня. Единственное, от чего идет выручка – чебуреки и ватрушки. Все пусто, алкоголя нет. У нас только выпечка, чай, кофе, аптеки, квас. За год с небольшим – это уже третье ограничение продажи алкоголя в нашей области. И такие меры просто необходимы, уверяют сотрудники полиции. Регион занимает второе место в Приволжье по числу пьяной преступности. Кроме того, растет уровень смертности от передозировки и отравлений суррогатами. Однако предпринимателей это не пугает. Более того, чтобы не потерять доход, предприимчивые бизнесмены меняют статус своих питейных заведений с закусочных на кафе и бары. Но не всегда меняют ассортимент. В марте месяца этого года зашел в так называемую кофейню, где на вывеске написано «кофейня». По ГОСТу у нас идет, что в кофейне должно быть не менее нескольких сортов кофе продаваться. В том же предприятии общественного питания было расположено кофе, продавалось двух типов, и то в пакетах. Такие действия предпринимателей незаконны. В случае проверки им грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей и изъятие алкогольной продукции. Однако большие суммы штрафов мало кого останавливают. В некоторых заведениях уже начался ремонт, что огорчает постоянных посетителей. С издевательством над народом, если закрывают, мы приходим опять к началу 90-х годов. Народ будет травиться, чем попало. В полиции уверяют, наоборот, не только суррогатов не будет. В целом, люди станут пить меньше. Пока же кировчан просят быть более бдительными и сообщать о подозрительных кафе и барах по телефону 02. Елизавета Халикова, Александра Ледова, Бюро новостей Давича. Садоводческим товариществом региональной власти помогут финансово. В области начинает действовать программа господдержки садоводов. Узнали об этом владельцы шести соток на ежегодном празднике садовода, который прошел в эту субботу в Порошное. Кировские садоводы смогли не только проникнуться в праздничную атмосферу, но и провести время с пользой. Как всегда, в рамках праздника проходила садоводческая ярмарка. Горожане могли приобрести необходимые саженцы и инвентарь. От лица организатора праздника, председателя союза садоводов России Олега Валенчука, гостей мероприятия поздравил руководитель исполкома союза Игорь Касьянов. Надыхающим он рассказал, что уже с этого года на условиях софинансирования в области начинает действовать программа господдержки садоводов. Десятки тысяч садоводов, членов их семей, они готовы и свои деньги отдавать для того, чтобы инфраструктура садоводческих товарищей, которая за 30-40 лет очень сильно нарушена, чтобы эта инфраструктура обновлялась. Но, значит, они готовы отдавать, понимая, что и областной бюджет, городской бюджет тоже будут выделять на это средства. Управлять автомобилем женщины могут не хуже мужчины, доказывают это каждый год на ралли. Очередные автогонки я сама прошли в минувшие выходные. На старте было больше 50 команд. Скоростные дистанции, точные расчеты, крутые виражи. Помогает ли в гонках красота и грация, узнала Елизавета Харикова. В этих гонках главное не добраться до финиша первым, а проехать по улицам города правильно, соблюдая правила дорожного движения. Продемонстрировать мастерство управления автомобилем со всей области съехались больше ста представителей из прекрасного пола. Вот туда ты встанешь, это очень ужасно. У тебя видишь разворот на площадке. Светлана Пешкина и Елена Сочнева впервые участвовали в ралли пять лет назад, но в разных командах. Познакомились перед самым стартом, подружились. На следующий год поехали уже в одной команде. Призов пока не получали, но надежды на победу не теряют. И с каждым разом готовятся все серьезнее. Сейчас, например, повторяли правила дорожного движения. Зачет выдержки, грамотности штурмана. Мы планируем победы, конечно, желательно, желательно, но самое главное участие в поле к победе. В поле к победе, как говорится, двигаем всегда водитель, а пока штурман. В заезде участвовали и представительницы телекомпании. Светлана Калышницына в роли водителя и Дарья Шпорт в роли штурмана. Обе девушки водители с многолетним стажем, поэтому, получив схему движения, решили времени зря не терять. И принялись рассчитывать маршрут. Главное, чтобы во время заезда волнение не подвело. Очень важно все правильно рассчитать, не ошибиться в карте, потому что в легенде нет названия улиц. Там просто одни направления. Поэтому самое главное не сбиться и везде приехать вовремя. Напутственные слова перед заездом произнес Андрей Шпорт, генеральный директор телекомпании СТС 9 канал. Будем за всех болеть искренне. Больше всего я буду болеть за экипаж СТС 9 канала. Я надеюсь, он выиграет. Правила заезда не так просты. Основное условие – приехать на определенный этап в определенную минуту. Ни раньше, ни позже. Иначе минус балл. Года полтора назад, где мы встали, в Воровского ремонтировали, или какую-то улицу ремонтировали. И мы как раз встали в ремонт. И стояли минут 10, кричали. Там все нахватали штрафа. До финиша экипажам необходимо было преодолеть 95 километров по городу и за его пределами. А также показать лучший результат на скоростных участках. Всего номинаций в этих гонках было три. Представители организации, любители и опытные водители. Победители в каждой из них получили комплектующие для автомобилей, наборы шин, авторегистраторы, пылесосы для чистки салона. Остальным участникам вручили памятные сертификаты. Неоплаченные штрафы кировчане будут отрабатывать в России принятые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым суд может назначать в качестве наказания обязательные работы. Раньше за неоплату штрафов нарушителям или удваивали сумму, или арестовывали их на срок до двух недель. По новым нормам обязательные работы станут еще одним альтернативным наказанием. Максимальное количество времени, которое неплательщиков могут заставить работать, 50 часов. Это чуть больше шести рабочих дней. О других новостях в коротком видеообзоре. Обманутым дольщикам построят новое жилье. Речь идет о тех, кто вложил деньги в квартиру, проданную до этого уже несколько раз. Под строительство жилья городская администрация выделила два земельных участка. В микрорайонах Чистые пруды и Красный химик. Согласно закону, обманутые дольщики получат 18 квадратных метров на одного члена семьи из трех человек, 21 квадратный метр на семью из двух человек и 33 квадрата на одного человека. Депутаты Законодательного собрания области посадили больше полутора тысяч деревьев. Так они поддержали всероссийскую акцию по посадке саженцев, которая прошла в эти выходные. Высаживать деревья, березы и сосны представители власти отправились в Кирово-Чепецкий район на землю Новобыстрецкого участкового лесничества. Началось мероприятие с концерта, который показали депутатам студенты лесопромышленного колледжа, а после все вместе принялись за работу. Паломников Великорецкого крестного хода застрахуют от клещей. Как сообщили в правительстве области, оформить страховку можно будет перед выходом паломников с 3 июня с 6 до 11 часов у Свято-Серафимского и Успенского соборов, а также с 11 до 2 часов у Троицкой церкви в Макарии. Стоимость страховки составит 180 рублей. Она вступит в силу с момента подписания договора и продлится до конца года. Сам крестный ход продлится 5 дней с 3 по 8 июня. Всю необходимую информацию о нем можно узнать по телефону 490229. 26 мая в России считается днем предпринимательства. В этом году его отпразднуют в шестой раз. И в очередной раз его называют преждевременным с учетом реалий. Об официальном празднике и неофициальных горах проблем бизнесменов будем говорить 26 мая в программе «Точка зрения». Нам интересно узнать ваше мнение, что в большей мере сегодня способствовало бы развитию предпринимательства. На ваших экранах варианты ответов. Выбирайте свой и присылайте нам смс на номер 4647. Итоги подведем в воскресенье в 19.30. Это «Давича». Продолжаем выпуск. 18 мая россияне отметили Международный день музея. По этому случаю большинство выставочных залов города в этот день работали практически до полуночи. При этом развлекательная программа одними экспозициями не ограничилась. Горожане смогли поучаствовать в раскопках динозавра, попробовать свои силы в росписи дымковской игрушки, а также бесплатно посетить различные экспозиции кировских музеев. Закончились культурные гуляния ближе к полуночи у выставочного зала музея Воснецова. Горожане смогли понаблюдать за теми, кто умеет танцевать с огнем. Фаер-шоу завершило этот культурный марафон под общим названием «Ночь в музее». Как позже признавали некоторые кировчане, подобные мероприятия подчас единственной возможностью горожан приобщиться к искусству. Молодежь должна это видеть, она должна тянуться. То есть кто-то увидит, может быть, еще к ним подтянутся. Да, девушка, самое интересное, посмотрите, сколько тут молодежи маленьких. То есть они уже видят то, что у нас город, извиняюсь за рожжение, не отстой какой-то, а у нас что-то есть. В конце этой недели для кировских старшеклассников прозвенит последний звонок. До конца недели у школьников еще есть время подготовить вечерние наряды и самим подготовиться к экзаменам. А вот в одной из школ Кирова выпускной прошел уже сегодня. Учебный год закончился для учеников воскресной азербайджанской школы. Ниджат Изатов родился в России, родной язык для него русский. Но чтобы ребенок не забыл свои корни, мама Дылирус Сатаровна с рождения учит его и другому языку, родному для нее и для отца Ниджата, азербайджанскому, не только дома, но и в школе, воскресной. Сегодня у ее учеников закончился учебный год. Ниджат к празднику подготовил стихотворение. Да, хорошо, я с мамой учил, но только переживаю немного. Саламу алейкум. Александра Кудратова азербайджанский язык пока знает плохо. Учит всего год. Таких, как она, выпускников первогодок. Здесь 24 человека. Всего в азербайджанской школе учится около 40 детей. Открылась она два года назад при Центре национальных культур Кирова. Ильнур Кусейнов, идейный вдохновитель школы, рассказывает, одной из целей создания было не просто научить детей родному языку их родителей или рассказать о традициях страны. Но с помощью этих знаний научить взаимоуважению и толерантности. Понять, чтобы они не одни. Есть другие нации, есть другая культура. Из-за этого мы так решили, чтобы уроки мира им преподавать, чтобы они более обширно охватывали узор свой, расширяли свои знания. Сейчас в планах у организаторов найти свое отдельное помещение для занятий. Пока школа ютится в библиотеке Центра национальных культур, а также расширить программу обучения, вести изучение других языков, например, английского и немецкого, и привлекать еще больше учеников. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича. Далее новости спорта. О них вам расскажет мой коллега Эдуард Пенюкжанин. У меня на этом все. В студии работал Артем Паникаровских. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok